Девушки отдыхают Я как раз с собой бутылочка, держи Холера, ты, должно быть, мысли мои прочитал Я просто тоже его люблю Ну да, говорил же Весемир, что отличить нас не может Что мы, как близнецы-братья Давно это было Спасибо 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 Крупная тварь Месяц я его выслеживал Но все-таки завалил Сукина сына Поздравляю И все-таки не могу не спросить Зачем тебе его тело Хочешь сделать чучело и повесить над камином? Хорошая мысль Но сперва я закончу вскрытие Эта осыпь была быстрее, чем остальные Быстрее и сильнее Я хочу ее как следует осмотреть Позвольшь взглянуть? Хочешь воздать ей последние почести? Нет, спасибо Ты режь, а я пока что-нибудь съем Отличные когти Дюймов 15 Они растут у них всю жизнь Этому было лет 100-110 Ноги мощные Особенно икры и стопы И я тебе скажу Быстрый он был, этот ублюдок Вот он здесь Через миг там Все время в тени Я едва мог его разглядеть Так как ты его сделал? О, долгая история Потом как-нибудь расскажу Давай взглянем на его кишки Ну как, есть что-нибудь интересное? Фрагменты непереваренной пищи Похоже тут запас лет за 10 Человеческие волосы Пляшка от ремня Бдяки И золотое кольцо Не хочешь Йеннифер подарить? Если почистить, будет как новое Нет, спасибо Она носит только Серебро И зря Все остальное вполне обычно За исключением печени Похоже он имел слабость Крови пьяниц Давай осмотрим его голову Длинные усы Выдающаяся лобная доля Но это нормально Длинные уши И серьга Ага Я такое видел Этот вид любит блестящие штучки Как галки Так, а в пасти Желтые тупые зубы Одного верхнего и нижних резцов нет Да Зубы он не чистил Ладно, что там дальше Думаю, я увидел достаточно Старая особь Опытная Было бы здорово научиться понимать возраст катакана по следам Чтобы не наткнуться на такую вот зверюгу без подготовки Это правда Но давай займемся этим потом Увидимся Если что, я готов Пойдем, нечего ждать А, кстати Теперь через город-то до круга не доберешься Той весной перевал накрыло лавины Значит, надо идти со стороны пруда Как во время испытания медальона Верно Помнишь, как идти? Такое не забывается Тот, кто целым с медальоном вернется, докажет, что всего достоин и на путь ступить может А Виссимир слышал, как ты его изображаешь? Угу Вот дыра осталась еще от совола Что вы ее не замуровали? Виссимир собирался Но мне она не мешает Осады нам бояться нечего А так можно срезать дорогу в пруду Даже жалко, что саламандры так мало дыр оставили Или не развалили эту халабуду до конца Я вот что думаю Нам что, плыть через весь пруд? Нет у меня лог Я тут рыбачу иногда Вот те раз Вот бы не подумал, что ты будешь сидеть с удочкой Я пользуюсь бомбами Кидаешь шармон И вылавливаю, что всплывет на поверхность О, это многое объясняет О, это многое объясняет О, это многое объясняет О, это многое объясняет Продолжение следует... 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 Нет, я один. Ну, вот мы и на месте. С этим не поспоришь. Вот холера. Красивый вид. Наглядимся позже. Конечно. Скоро полезное, а потом приятное. Ты помнишь, что надо делать с этим кругом? С тех пор, как я активировал здесь медальон, прошло немало времени. Ладно, дедушка, не оправдывайся. Зажги факел и положи филактерий на алтарь. А я сделаю все остальное. Как там было? Сначала вода, потом земля и воздух. Геральт. Геральт. Хорошо. Филактерий на месте. Хорошо. Филактерий на месте. Ну, осталось только минуту подождать. Контейнер наполнится силой стихий. А мы пока отдохнем. А ты как справился с троллями на испытании медальона? Дай подумать. А, вспомнил. Я использовал акси. Но тогда против меня вышел один, остальные были заняты. Ну да. Полезный знак. Недавно мне жизнь спас. Интересная история? Отменная. Напали на меня двое разбойников. Один целился в меня из арбалета, другой начал рыться в моих торбах. Сперва я приказал арбалетчику застрелить дружка, а потом повеситься самому. Действительно, отменный рассказ. Правда? Животики на траве. Скажи, ты всегда был таким циничным сукиным сыном? Нет. Пока Весемир не привез меня в Каэр Морхен, я был очарователь. Мы все через это прошли. Не все. Многие здесь погибли. Пареньки, которых забрали вопреки их воле. Такое было наше предназначение. Предназначение? Я расскажу тебе о предназначении. Мой отец был пьяницей. Стоило ему надраться, он убил меня и мать на крови. Мы каждую ночь молились, чтобы он наконец сдох. Один раз наши молитвы почти исполнились. Папочка заблудился по дороге в корчму и влез прямо в гнездо Накера. Но его спас один ведьмак. И знаешь, чего он захотел взамен? Дашь мне то, что первым увидишь в доме. Мою жизнь. За жизнь этой мрази. В гробу я видал такое предназначение. Я не знал. Прости. Когда в следующий раз задумаешься, почему я такой злой, вот тебе ответ. Ладно, хватит горевать. Пора собираться. Надо забрать мечи, а то ведьмак без оружия, как без рук. Золотые слова, брат. Ведьмаки, брать острые дубины и идти домой. Угу. Можешь меня не уговаривать. Пойдем, Геральт, пора. Ты прав. Возвращаемся. Только после вас. Геральт, пора. У нас есть все, что тебе нужно. Прекрасно. Ландберт, приготовь аппаратуру. Эскель, пойди. Пока еще я тут распоряжаюсь, а не ты, моя дорогая. Не ты. Я думала, мы договорились, что возьмемся за уму, по-моему. Я сказал, что мы тебе поможем. Только и всего. Не знаю, что ты хочешь с ним сделать. Ты все еще не соизволила рассказать. Но ведь это будет небезопасно, да? Как я и думал. Поэтому сперва испробуем другой, более мягкий способ. Что это за способ? Он основан на народных традициях. Я пользовался им множество раз. К примеру, когда расколдовывал повестского лебедя в 1211. Я заберу уму в горы. И что? Будете вместе выйти на луну? Следи за языком. Ты не с Геральтом разговариваешь. Нет, мы не будем выйти на луну. Я положу его на могильную плиту и в полночь подам ему отвар болиголова, выросшего на... А впрочем, не вижу нужды тебе объяснять. По моему мнению... Я его знаю. Но я не прошу согласия, а говорю, как будет. Я вернусь на рассвете. С умой. Или с тем, кто в нем скрыт. Весемир под Старой становится раздражительным? Это ничего. Тебя еще не было прошлой зимой, когда Ламберт убеждал его, что надо уходить из Каэр Морхена. А на что нам эти руины? В стенах грибок, с потолка льет. И холодно, как на долбанной псарне. Весемир встал без слов. Взял меч, хлопнул дверью. Месяц его не было. Так. Что будем делать в свободный вечер? Весемир говорил, что надо бы заменить балки под крышей. Ну, на башне. Можно этим заняться. А еще можно напиться. У меня бутылка махакамского спирта от Геральта. Как раз пригодится. Это меня как-то больше привлекает. Я тоже не откажусь от стаканчика, а то и двух. Стало быть, проголосовали? Хорошо. Но через минуту. Нам с Геральтом надо поговорить. Звучит серьезно. Еще увидимся. Что я снова натворил? Ничего. Я хотела тебя на минутку задержать. Так, чтобы ребята не учуяли, что мы будем делать. А что мы будем делать? Пойдем наверх и займемся любовью. Ты обходишься без намерков. Я слишком стара, чтобы изображать стыдливого подростка. Разве что ты меня попросишь. Так что идем, ты потом к ним присоединишься. Через часик. Или через два. Или через три. Ловлю на слове. Я не могу. КОНЕЦ 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 Эскель, расскажи все-таки, как ты завалил катакана, которого мы вскрывали? Катакана? Ого! Опасные твари. И привередливые. Эту особь интересовали только девицы из высшего общества. Прям как меня. Лангард, вас не интересуют твои фантазии. Что до вампира? Даже мне интересно, что у тебя вышло. Мой заказчик устроил бал для городской знати, чтобы выманить вампира. Я был в маске. И должен сказать, в жизни у меня не было такого успеха у женщин, как в ту ночь. Так что с вампиром? Я сговорился с одной юной алхимичкой. Она нагрузилась всем под завязку. И с штехом, водкой, грибами и вышла в сад. Вампир нашел ее, напился. Так что и боя-то толком не было. Современная сказка о вреде обжорства. А что с алхимичкой? Все в порядке. Потеряла немного крови. Самым тяжким было похмелье. Она с месяц один рассол пила. А у тебя что, Ламберт? Было что-нибудь интересное? Не считая поисков Таулера. Да. У меня был контракт в Ланекс Этере. И, надо сказать, довольно выгодный. В ковере золото немерено. Знаешь, сколько там дают за утопцы? Цыц, я сейчас рассказываю. Так вот, им докучал великан. Грабил караваны, народ в болото утаскивал. И гадил на большаках, которые из-за того становились ужасно скользкими. Хватит нагнетать. Переходи к делу. Ладно. Оказалось, не какой-то не великан, а толстый лесной тролль. А караваны грабила шайка разбойников. И что ты сделал? Убил разбойников, чтобы на дороге было спокойно. Потом тролля. Награду за его голову давали. Ты мог бы пощадить тролля. А потом жрать корешки и спать в придорожных канавах? Мне были нужны деньги. А патруля никто не плакал. Ну, хоть помянем бедолагу. В последнее время столько всего приключилось. Короли, драконы, заговоры. А потом... Потом я нашел Йен. Мы страшно за тебя переживали. Но лучше расскажи, что там с Умой? Долгая история. Я шел по следам Цири. Веллин, Скеллиге. В Новиграде снова пришлось спасать Лютика. Его опять поймали в кровати с кем-нибудь не тем? Раз уж зашла речь о старых друзьях, ебли Новиграде... Как там Трис? Отъебись, Ламберт. О-хо-хо-хо! Похоже, я задел за живое. Ламберт, это уже не смешно. Ну ладно. Тогда вернемся к серьезным вещам. Йен, что ты хочешь делать с Умой? Я уже сказала. Завтра расскажу. Давай, рассказывай. Уже за помощь. Я подвергну его испытанию травами. Но только если... Ты, сука, что? Повежливей. А ты слышал, как? Второй раз просить не буду. Я извиняюсь. Ты собралась делать из него ведьмака? Разумеется, нет. Я хотела сказать, что проведу его через первую часть испытания, потому что... Потому что хочешь посмотреть, как он мучается? Не перебивай. Иначе я посмотрю, как мучаешься ты. Чтобы вернуть Уме прежний облик, надо сначала... Как бы это объяснить? Представьте себе кусок глины. Чтобы придать ему форму, надо сперва его вымочить, иначе он рассыпется. Первая часть испытания именно это и делает. Она как бы открывает тело к переменам. И только потом мутагены превращают человека в ведьмака. Какие шансы, что Ума выживет? Небольшие, но выбора нет. Разве что весь мир провернет этот свой трюк с болиголовом. Старик свое дело знает. Это будет первое испытание за многие годы. Я знала, что ты будешь осторожничать. Да при чем тут осторожность? Все секреты давным-давно забыты. И нечего их вспоминать. Я не предлагаю налаживать производство ведьмаков. И не надо. Видишь ли, до этого момента у нас был отличный предлог не брать учеников. Это надо обсудить. В другой раз. Кому еще? О, мне! Только закуска кончилась. Геральт, не сгоняешь ногу? Геральт, не сгоняешь ногу? Господа, была рада с вами выпить. С тобой, Ламберт, особенно. Но час уже поздний. Не засиживайтесь. Завтра важный день. Не послушал. Они никогда не слушали. Ты о чем? У Эскеля тут был контракт на самовилу. Отличная история. Сейчас расскажу. Только долей сперва. О, моя печень. Это что? Мучильня. Одна часть спирта, одна часть белой голубки. Ну что смотришь? Янушла спать. Пора переходить к серьезным напиткам. Тогда давай еще по одной. Ну, до дна. Может, перетенемся в карты? Почему нет? Играем на деньги? Ну да. Разве что в гвинт на раздевание. Может, хоть тогда пойму, что бабы в тебя находят. Ладно, херами потом будете мериться. Кошли на стол. Неважно, играем. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok